здравствуйте мои дорогие ну вот прошло два или три дня когда я выпустила последнее видео свое и спасибо вам за отзывы вы мне конечно написали столько комментариев и спасибо за все комментарии за те кто был за меня за те кто был против за наставление за ваша знаете мне все было почитать интересно и ко всем я отношусь благодарностью потому что и в позитивных и в негативных ну кажется что они негативные комментарии но есть наверное доля правды и я наверное за вот это время себя чувствую таким знаете спортсменом вот который который как бы не не выдержал не выдержал нагрузок одни выдержал физической нагрузки не вот как у нас сейчас наша белорусская биатлонистка джанара джалимбекова динара джалимбекова вот нет фамилия по моему не помню ну что-то такое что-то такое но ее очень южное имя южное имя и фамилия но она наша белорусская биатлонистка и вот она значит заняла на соревнованиях пятое место в начале соревнованиях на олимпиаде потом значит хуже выступила на последней эстафете там совсем совсем как она сказала я поняла что я не спортсмена не могу дальше сражаться то есть какие-то силы у нее какие-то силы ушли и точно так же я поняла что я вступила вот когда я начала продавать картины когда со всех со всех углов везде говорится что вот если ты там продающий художник это все это супер это ты крутяк ты там добился цели а если у тебя там чуть-чуть картины продаются значит не крутяк это совсем все плохо и я вступила в эту борьбу когда я просто все свое свободное время отдавала вот этому рисование рисование заполнению работе в компьютере и и то есть получается мой как бы внутреннее внутренней нет не мира как-то говорится короче организм мой не выдержал не выдержал психологически не выдержал и я наверное вот понимаете как тот спортсмен который как как знаете как это это рассказывал плющенко вот когда он проиграл чемпионат мира перед ним просто ягодин прошел и ему улыбнулся показал свой счастливый вид и для этого у плющенки у плющенки хватило для того чтобы делать массу ошибок и проиграть свой главный там свой главный старт вот и я наверное также среагировала на все на это и знаете как бы но я не проиграла свой главный старт но вот как-то как-то да как-то разнылась обычно я всегда вас взываю на на такие на настройку на все будет хорошо вот у самой самой видите получился какой-то как нервный срыв дальше сегодня я включила включила телевизор и у меня не телевизора youtube и у меня очень часто так бывает если тебя что-то гложет а все равно меня гложет потому что разрыв с человеком это не важно мужчина там там когда например вы серегой ссорились я тоже очень сильно переживала всегда вот и разрыв с человеком с которым ты дружил это всегда ну как бы внутренне я очень сильно терзаюсь и меня сестра спрашивает надя ты что правда так переживаешь но я да я переживаю потому что ну вот я всегда за за всякие за всякие поступки я всегда виню себя меня всегда и это очень сложно это пока уляжется и вот сегодня я включаю youtube и значит мне девочка видео какое-то они от сестра мне присылает сестра мне присылает видео свое мне видео я посмотрела и значит и там девочка говорит 1 однажды я мечтала то есть я ставилась составляла себе карта желаний про который все бесконечно так много говорят и вот я она составляла себе материальных желаний вот я хотела иметь свой центр заниматься с детьми то есть вот я то есть расписал это все и знаете через полгода случилось так что я сняла какое-то помещение накупила оборудование начала заниматься и через полгода я понимаю что мне это не приносит никакой абсолютно радости вот и пришлось это все продать и теперь я поняла что в желаниях не надо ставить никаких себе никаких себе материальных таких планов да там прям как пишут что заработать там надо 2000 долларов в месяц там то то есть ведь можно зарабатывать 2000 долларов в месяц но при этом на всем остальном быть очень-очень как бы таким несчастным человеком во всем и ты будешь задерганным и может эти зарабатывания тебе уже не будет приносить такое 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 наслаждение то есть это будет как страшная рутина и она сказала что теперь я ставлю своими желаниями эмоции я хочу испытывать счастье я одну счастье это обтекаемое да такое этот самый такое понятие но вот можно вот если я буду себе себе описать теперь желание то я хочу испытывать чувство локтя настоящую дружбу чтобы чтобы была настоящая дружба чтобы мне встретились люди с которыми интересно чтобы мир мой наполнился такими эмоциями как как радость как творческое вдохновение ну и придумать еще целая куча всего-всего вот этого а уж материальные блага они к этому подвинутся потому что если вы будете я так думаю если радости то естественно вы не будете сидеть и нищие нищие на берегу без копеечки денег вот и поэтому я решила что прям сегодня же я перепишу перепишу свои желания потому что как-то как-то вот что-то наверное я не тонн поставила все-таки я поставила материальное впереди и стремилась к этому материальному видите материальное получается разрушила разрушила все то что например было то что приносило удовольную внутри 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 комфорт своей душе что еще сегодня сегодня я еще узнала что умерла актриса жена тодоровского валерия тодоровского и юлия брик и это меня так повергло в шок потому что я недавно смотрела фильм оттепель и она там начали играла такую роль роль любовницы которая которая уходила от от мужчины то есть мужчина ее бросал и когда она сидела обнаженная на лавочке курила мне такая была роль то есть она в подъезде вышла голая и сидела и курила я прям даже не выдержала и не сделала зарисовку с этого фильма вот она курящая на лавочке и я потом написал эту ну тут может она не так видна и я потом написала отсюда картину с этого кадра становила кадры и эта картина у меня подалась вот курящие девушки вот это было написано с юлии брик и это знаете еще больше всколыхнуло мое сердце потому что я поняла что ее ситуация она необратимая понимаете там остался 12 лет ребенок и вот это это наверное очень страшно вот это очень страшно а все остальные ситуации все остальные ситуации они поправимы и просто надо идти дальше 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 тоже встретятся люди с которыми действительно будет хорошо и и знаете и чувство плеча и чувство локтя и чувство когда невозможно наговориться я так думаю что все равно еще будет жизни все равно если задаться себе если поставить себе такую цель то 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 это будет а цель и обязательно поставлю обязательно перепишу цель свои ну вот такое сегодняшнее видео не могу ничего вам ничего не могу вам сейчас показать потому что знаете как то я все таки было в таком раздрайве и я не могла ничего рисовать но хочу сказать что продались мои картинки продалась у меня девочка в очках помните из моих картинок до моя и продалась еще моя женщина такая улыбка темная черненькая женщина улыбка она на холстике сегодня я отправила ну вот такие вот дела так что не знаю даже вот про продажи вам рассказывать не рассказывать а то может это я такая так знаете но я больше ли себе сказала нет 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 я не участвую в соревновании я участвую в наслаждении творчества а самое интересное что вот теперь мне как-то после этого видео я почему-то вот если взять аню то я почему-то на ее продажи у нее очень успешно идут продажи очень успешно она торгует я ни разу мне не завидно мне как-то так спокойно не даже я с теплотой смотрю на ее магазин и думаю ну вот человек развивается человек работает у человека получается и я просто больше не ну как не соревнуюсь я не хочу я не хочу я поняла что мой моя тропиночка вот поп по реализации своего творчества это лично моя тропиночка и я больше ни с кем ничем не соревнуюсь и буду заниматься творчеством столько чтобы она при приносила наслаждение вот и еще немножко про маму расскажу мама молодец она как бы стойко переносит свое вот свое перелом этот перелом руки знаете такая бодрая не ноет правда таблетки обезболивающие еще пока пьет но я вообще думала что на укол надо будет но ничего она и две ночи переночевала все все как бы этот и такая стойкая улыбающаяся и я вот смотрю на нее ей 82 я и просто я знаете когда она вот лежала на этом столе когда и слаживали руку я была рядом не сказали будьте рядом и это очень важно понимаете вот что не не как бы с этой но не операционная но там какая-то там это комната там деле слаживали руку чтобы родной человек был рядом и я видела как мама волновалась и как у нее начинала она поднималась давление я боялась что начнется инсульт понимаете от страха у человека же может быть и такое да и я маме сказал мам ты что посмотри какой парень смотри какой мам знаешь сколько он рук таких этот составил да подумаешь там в этот сам сдвинулась те косточка он сейчас косточку тебе наладит он тебя безболит дома мы там вообще смотри какая там это же вообще это этот парень начал врач этот шутить медсестра что-то тоже и мы бабушку заговорили смотрю бабушки прям румянец этот начал проходить проходить и все все и мама очень нормально перенесла когда и выправляли вот эту сломанную руку вот это было конечно конечно больше всего больше всего страшно что я боялась что человек вот развалнуется именно старый человек развалнуется и может все что угодно случится ну бабуля пьет мои таблеточки вот для укрепления руки я сказала нас как что-то там чешется немножко я горит а мам заживает уже все ну вот поедем на рентген через наверно в понедельник посмотрим как там рука рука срастается так что ничего все будет хорошо жизнь продолжается надо идти вперед и надо пересмотреть свои цели пересмотрю обязательно понимаете хочу быть счастливой а количество денег это еще не качество не качество твоего внутреннего внутреннего состояния вот такое мое видео ну что ж пишите снова задавайте вопросы и еще следующее видео у меня будет я хочу поговорить про то как же справляться когда вот много-много площадок хочется открыть как все рекомендуют блогеры вот про это хочется поговорить потому что что-то я упахалась мне некогда получается я на этих площадках все время работаю и некогда рисовать вот про это хочется поговорить но это уже будет следующее видео а пока пока пишите